Добрый день дорогие друзья! Я очень рад приветствовать всех нас на нашем сегодняшнем в воскресном богослужении. Сегодня мы будем вместе славить Господа и поклоняться Ему в пении, проповеди и причащении. Сегодня для нас проповедовать будет Иван Кондратьев. И мы продолжаем с вами изучать притчи Иисуса. Тема наших проповедей – земные истории с небесным смыслом. Я хочу поприветствовать вас одним отрывком из Библии. Второе послание Коринфянам. Апостол Павел пишет в пятой главе. «Мы знаем, если рухнет шалаш, наше земное жилище, у нас есть дом. Его нам даст Бог. Это нерукотворный вечный дом на небесах. Пока мы здесь, мы горько стонем. Так не терпится нам облечься в этот небесный покров. В нем мы, даже раздетые, не окажемся ногами. Но пока мы все еще в своем телесном шалаше, мы тяжко стонем. Не от того, что хотим лишиться земного покрова, а от того, что хотим облечься в небесный, чтобы смертное было поглощено жизнью. Вот цель, ради которой сотворил нас Бог, давший нам в залог своего духа». Я уверен, что все мы понимаем, о чем идет речь. Когда читаем эти строки апостола Павла, в свое время каждый из нас оставит свой земной дом, свое тело. Мы можем думать так, плохо это или хорошо, но это, друзья, факт жизни. Однако Слово Божье Библия говорит, что человек создан Творцом для вечной жизни. Удивительно, апостол Павел говорит о вечном доме на небесах. Здесь, друзья, наше временное жилище. Если наше тело рукотворное имеет свой жизненный предел, то у Бога для каждого из нас есть дом нерукотворный, вечный в его небесном царстве. И правда, автор этих строк настолько честен с нами. Мы стонем, находясь в наших телах, он говорит. Мы нуждаемся в пище, тепле, здоровье. И согласитесь, друзья, зачастую наше тело дает сбой. Но мы можем иметь внутри себя что-то, что никогда не разрушится. Но оно будет изнутри давать нам веру, надежду и силу. И это Святой Дух, который Бог дарует каждому человеку, кто доверится его слову и его обещаниям. Вот истинная цель, для чего Бог сотворил человека. Иметь с ним личные, вечные, близкие взаимоотношения не только здесь, на земле, но и в вечности. Друзья, пусть сегодня Слово Божье поможет каждому из нас увидеть себя со стороны, укрепиться в своей вере и довериться Богу. Давайте вместе с вами склонимся в молитве. Отец наш Небесный, мы так благодарны, что сегодня все вместе, сидя у своих экранов, мы можем слышать Слово Божье и поклоняться и петь Тебе. Мы так счастливы, что у каждого из нас есть шанс и возможность быть однажды в Твоем Вечном Царстве. Господи, благослови сегодняшнее наше богослужение. Мы очень молим Тебя, чтобы Слово Твое, оно проникало в наши сердца настолько глубоко, чтобы изменяло наши жизни. Отец наш Небесный, мы благодарны за нашего Господа, Спасителя Иисуса Христа и именно из-за Него мы имеем сегодня возможность слышать Твое Слово. Благослови, чтобы все, что будет сегодня на нашем богослужении, это была радость, счастье, уверенность в Тебе и силы для того, чтобы жить для Тебя. Отец, мы молим Тебя, Господь, если есть в наших сердцах что-то, что мешает нам меняться, помоги через Слово Твое укрепиться в нашей вере и изменять наши жизни. Пожалуйста, благослови сегодня все, что будет на нашем собрании. Мы очень Тебя любим и молимся Тебе с благодарностью. Во имя Иисуса Христа. Аминь. В обятях мрака Нет больше страха, ведь знаю, ты со мной. И вера крепнет, тревоги меркнут, когда слышу голос твой. И когда твердит мне в сердце вновь, оставь свои мечты, я не сдамся, ведь я знаю Бог. Со мной не сдался ты, со мной не сдался ты. Твоя любовь от века и до века В моей душе разносится, как эхо Твоя любовь от века и до века В моей душе разносится, как эхо Словно эхо Ты не забудешь все обещания И сдержишь, верю я И до конца Бог Никто не сможет Остановить тебя И когда твердит мне в сердце вновь, оставь свои мечты, я не сдамся, ведь я знаю Бог. Со мной не сдался ты, со мной не сдался ты Твоя любовь от века и до века В моей душе разносится, как эхо Твоя любовь от века и до века В моей душе разносится, как эхо Твои души разносится, как эхо Словно эхо О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о О-о-о-о-о-о-о-о-о 0 О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о ALL И когда твердит мне сердце вновь Оставь свои мечты Я не сдамся, ведь я знаю, Бог Со мной не сдался ты, со мной не сдался ты Твоя любовь от века и до века Мои души разносятся, как иха Твоя любовь от века и до века В моей душе звучит, в душе звучит Твоя любовь от века и до века В моей душе разносятся, как иха Твоя любовь от века и до века В моей душе разносятся, как иха Словная трава В глубины вод меня призвал ты, Мне не пройти их без тебя. Но вера крепнет в океанах, Там явишь мне Господь Себя. Я имя Бог Твое зову, И взгляд я с полно Тебя смещу. Душе моей Ты дашь покой во время бурь, Ведь я в Тебе, а Ты во мне. В пучинах больше благодати, Рукой своей меня спасёшь. Где страх объял и нет опоры, Ты не подводил и не подведёшь. Я имя Бог Твое зову, И взгляд я с полно Тебя смещу. В душе моей Ты дашь покой во время бурь, Ведь я в Тебе, а Ты во мне. Ты во мне. Ты во мне. О-о-о-о Доверяюсь, Духу Бога, пусть ведет меня по водам туда, куда призвал Он. И в глубинах тех, что не преодолеть мне, станет вера моя крепче, как-то рядом мой Спаситель. И в глубинах тех, что не преодолеть мне, станет вера моя крепче, как-то рядом мой Спаситель. Бесконечно доверяюсь, Духу Бога, пусть ведет меня по водам туда, куда призвал Он. И в глубинах тех, что не преодолеть мне, станет вера моя крепче, как-то рядом мой Спаситель. Бесконечно доверяюсь, Духу Бога, пусть ведет меня по водам туда, куда призвал Он. И в глубинах тех, что не преодолеть мне, станет вера моя крепче, как-то рядом мой Спаситель. Я имя Бог Твоё зову, и взгляд я словно Тебя смещу. Ты дашь покой во время бурь, Ведь я в тебе, и ты во мне. Здравствуйте, дорогие друзья! В этот воскресный день мы продолжаем с вами изучать притчи Иисуса Христа в рамках серии проповедей «Земные истории с небесным смыслом». Я уверен, что Иисус использовал притчи, этот метод общения с людьми для того, чтобы побудить людей размышлять, думать, чтобы активизировался их мозг, сердце, опыт, воображение. Я благодарен, что Иисус не принес каменные скрижали, поставил, сказал «Вот вам следуйте», но Он принес слово истины. Вспомните, как Он общался с людьми, дискутировал, как Он вопросы им задавал. «А что вы считаете? А что вы читаете в Писании? А о чем вы думаете?» Он хотел, чтобы это откровение, чтобы это понимание родилось внутри самого человека, чтобы Он, рассуждая, размышляя, думая об этом, родил Себя тайну истинную, понял смысл о Царстве Бога. И вспомните, как Иисус ликовал, когда Его ученики или Его слушатели понимали принципы, которые Иисус хотел передать им. Мне очень нравится читать притчи. Я поражен, насколько Иисус был в курсе всего. Он не выглядит человеком, которому неинтересно или не важен мир, в котором Он пришел. У Него есть истории обо всем. О сельском хозяйстве, о строительстве, о деньгах – это все мы слышали этим летом, когда наши братья проповедовали притчи Иисуса Христа. Он реально ориентировался в земных историях, придавая им небесный смысл. Сегодня мы посмотрим одну притчу, которая всегда вызывала у меня некоторые недоумения и замешательства. Я назвал свою проповедь «Запутанная история», и речь пойдет не о Рапунцель. Мы сегодня с вами будем читать о неверном управляющем. И давайте вместе откроем этот отрывок. Евангелие от Луки, 16 глава, с 1 по 9 стих. Иисус сказал своим ученикам, «Управляющий одного богатого человека был обвинен в растрате имущества своего хозяина. Хозяин вызвал его к себе и сказал, что я слышу о тебе. Предоставь мне отчет о своем управлении, потому что ты больше не можешь занимать эту должность. Управляющий подумал, что же мне теперь делать? Хозяин увольняет меня. Идти копать у меня нет сил, просить милостью стыдно, но я знаю, что мне сделать, чтобы когда меня отсюда уволят, нашлись люди, которые бы приняли меня у себя». И он стал звать одного за другим должников своего хозяина. Первым он спросил, «Сколько ты должен моему хозяину?» «Сто бочек оливкового масла», — ответил тот. Управляющий сказал ему, «Возьми свою расписку, садись быстрее и переделай на пятьдесят». Затем он спросил второго должника, «А ты сколько должен?» «Сто мешков пшеницы», — ответил тот. Управляющий говорит ему, «Возьми свою расписку и переделай на восемьдесят». «И хозяин похвалил нечестного управляющего за его находчивость, ведь дети этого мира сообразительнее в делах себе подобными, чем дети света». «И я говорю вам, приобретайте себе друзей с помощью богатства этого неправедного мира, чтобы когда оно иссякнет, вы были приняты в вечные обители». Мы будем с вами размышлять над этой притчей, и также я буду использовать комментарии Иисуса Христа, которые он сказал после того, как рассказал эту притчу. Обратите внимание, что Иисус эту притчу адресовал именно своим ученикам, именно последователям своим. Но у этой притчи были и другие слушатели. В 14 стихе написано, что были люди, в частности фарисеи, которые отреагировали на слова Иисуса Христа. Давайте посмотрим, о чем же вкратце эта притча, о чем же рассказ. Богатый человек доверил своему управляющему все свое богатство. Однако хозяину рассказывают, что управляющий растратил его имущество. Здесь употребляется то же самое слово, которое встречается в притче о блудном сыне, который растратил наследство своего отца. Хозяин принимает решение уволить управляющего. И вот теперь этот человек, ему нужно найти людей, которые бы приняли его к себе и, возможно, приняли бы к себе на работу. Есть люди, которые в очень большом долгу перед его хозяином. Вот эти вот 100 мер масла, 100 мер пшеницы, это на самом деле огромные долги, огромное состояние. И тогда управляющий оказывает этим людям услугу. Чем? Он уменьшает их долги по расписке. Просто говорит, перепиши расписку свою. Он надеется, что они будут ему благодарны и, как написано в Писании, примут его в своих домах. Знаете, большинство притч достаточно простые для восприятия. Ну, к примеру, хороший слуга, плохой слуга. Хорошие зерна, плевена. Мудрые девы, глупые девы и так далее. Запутанность этой истории в том, что при первом почтении непонятно, кто здесь прав, кто не прав, кто хороший, кто плохой, с кем себя ассоциировать и так далее. Мы привыкли, что в каждый элемент притчи мы придаем какое-то значение. Это называется метод аллегории. На самом деле сам Иисус использовал этот метод, когда объяснял притчу о сеятеле. Он говорил, семя – это вот это, сеятель – это вот это, поле – это вот это и так далее. Каждому элементу притчи придавая свое значение. И здесь мы пытаемся понять, ну кто же здесь я, а кто же бог? Если бог – это хозяин, то почему тогда он хвалит человека, который был неверным? Почему он хвалит, что за его спиной проделают какие-то махинации? Если управляющий хороший, и это может быть я, или, например, я был плохим, но стал хорошим, но я не вижу здесь прямое какое-то указание на то, что управляющий изменился. Есть много трактовок этой притчи, есть много идей, где люди пытаются как-то сгладить негативный образ управляющего, каким-то образом оправдать его и как-то объяснить себе, почему же хозяин похвалил его. Одна из таких идей, вот если вкратце, это то, что управляющий на самом деле не был неверным. Он был хорошим, верным слугой своему хозяину, но какие-то люди оклеветали его, сказали хозяину о том, что он растратил все имущество, и тогда управляющий попал в такую сложную ситуацию, с которой пришлось выпутываться. Есть другое объяснение, что с костя долги должникам на самом деле управляющий использовал свои комиссионы, и тем самым не пострадал ни хозяин, и люди, которые были должны, тоже чувствовали себя хорошо. Единственный, кто здесь был жертвой, это сам управляющий. Таким образом пытаемся придать некий позитивный образ этой притчи. Дело в том, что есть другой способ рассмотрения исследования притчи, он называется способ метафор. Когда Иисус рассказывает историю, не придавая каждому элементу этой истории какое-то значение, просто в конце делает какой-то духовный вывод. Я думаю, что здесь, подходя к исследованию этой притчи, мы можем использовать какой-то смешанный вариант. Ну вот, к примеру, мне видится, когда я смотрю на эту притчу, что в этой истории написано именно так и именно то, как здесь было. Но, к примеру, сам Иисус называет этого управляющего неверным. В 8 стихе он прям так и обозначает его неверный управляющий. Или, к примеру, в том, что он начал суетиться, нет четкого указания того, что он это делает ради пользы хозяина, ради того, чтобы хозяину было хорошо. Зато конкретно говорится, что он беспокоился о себе, о своем будущем, о своем положении, о том, как он будет жить и на что. Это такая прям, знаете, земная-приземная история. Это история про такие, знаете, деловые отношения, такие, знаете, «Вась, Вась, ты мне, я тебе», что-то какие-то мехинации, лукавства там и так далее. Здесь как будто бы нет положительных героев. Но давайте же разберемся, чему в итоге Иисус хочет нас научить через эту такую необычную притчу в Писании. Во-первых, нам придется дать отчет. В притче определенно видна идея о том, что мы управляющие, то есть все, чем мы владеем, имеем, приобретаем, как материальное, так и нет, все это, к сожалению, не наше, а может быть и к счастью. Это лишь дано нам на временное управление. У всего этого есть хозяин, и хозяин всего этого – Бог. Люди, верящие в Бога, понимают этот принцип, называя Иисуса Христа Господом или хозяином своей жизни. Что же мы имеем? Ну, буквально все. Что же нам дано? Жизнь, наше физическое тело. Нам дано время, секунды, часы, дни, годы, которые нам даны для жизни. Нам даны финансы для того, чтобы мы радовались, использовали их для своего блага, благодаря Бога за это. Нам даны все наши материальные блага. Нам даны таланты и дары, которые у нас есть. Даже дети, как бы это ни звучало, даны нам, Богом, на определенное время, поскольку прежде всего они являются детьми Божьими. То, о чем я говорю, это простая и понятная, я сказал, даже базовая идея. Но Иисус снова и снова в своих притчах и своих проповедях говорит о хозяине, перед которым нам придется дать отчет, который спросит другими словами, а как ты прожил свою жизнь? Это напоминание никогда не лишнее, потому что мы с вами, в принципе, люди, склонны забывать, кто является хозяином нашей жизни. А это на самом деле очень важно, потому что от того, кто является хозяином твоей жизни, зависит от того, как ты живешь, какие решения ты принимаешь, по каким принципам ты поступаешь, как ты относишься к себе или к людям, в кого ты приумножаешь и кому ты служишь тем, что у тебя есть. Это во-первых. Во-вторых, когда этот человек осознал близость того, что он потеряет должность, место, это заставило его что-то предпринять. Он засуетился, причем очень быстро. Заметьте, как он говорит одному из должников, садись быстро, исправь свою записку, исправь то, что ты должен и так далее. Близость беды возбудила энергию и сообразительность, и он скоро все уладил. А как мы живем? С каким отношением? Смотря на то, как часто мы откладываем возможность делать доброе дело, послужить кому-то или Богу, создается впечатление, что у многих из нас, у меня в том числе, принцип нашей жизни не откладывая на завтра то, что можно отложить на послезавтра. Я вспоминаю себя, когда я был студентом и готовился к диплому, или сейчас, когда я готовлю какое-то мероприятие на работе, у меня всегда есть какое-то обманчивое чувство, ну потом, 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 не могу никак себя заставить начать делать. И потом, когда наступает момент отчета, это такой стресс для меня, так что сердце выпрыгивает из груди, я настолько активно все делаю, но это на самом деле не полезно ни для меня, ни для окружающих меня. Спроси себя, какое доброе дело ты отложил на завтра? Быть может, Святой Дух побудил тебя сделать что-то хорошее? Быть может, читая Писание, ты понял, что тебе нужно измениться прямо сейчас? Быть может, пример какого-то человека вдохновил тебя как-то поступать? Но ты говоришь, ну как-то неудобно, может быть, не сейчас, как-то некомфортно, у меня еще есть время, потом, и откладываешь, и откладываешь. Или, быть может, у тебя возникла нужда прямо на этой неделе в исповеди, в очищении. Реагируешь ли ты на это? Или ты говоришь, ну что я буду звонить, вот карантин закончится, встретимся, поговорим. Так и ходим мы, не угождая Богу, не очищаясь, не прощенные и не прощая, не принося добрые плоды Христу, Господу, нашей жизни, думая, что отчет не скоро. И вот мы подходим к моменту, где хозяин похвалил. Он не похвалил управляющего за его неверность и за его нечестность. Хозяин похвалил его за проницательность, сообразительность и активность, которую он проявил в этой ситуации. Именно так стал действовать управляющий, понимая, что его время ограничено. Когда мы понимаем, что времени мало, это побуждает нас быть проницательными и деятельными. Это побуждает нас думать и действовать сейчас, а не позже. В-третьих, он придумал план и тут же осуществил его. Иисус в конце этой истории, подводя итог действиям управляющим, говорит, да, люди мирские более проворны, чем дети света. И тут еще одна запутанность для меня. Как же так? Иисус ставит мне пример вот таких вот людей, ловких, пронырливых, лукавых, кручу-верчу, запутать хочу. Как же так? Неужели Иисус заявляет, что люди этого мира более энергичные, амбициозные, целеустремленные, креативные, заточенные на победу, чем дети света? А дети света такие, что воля, что неволя, на все Божья воля и так далее. Похоже, что во все времена люди, стремящиеся к богатству, славе, власти, умеют добиться своего правдами, неправдами, обманом, силой, хитростью или смекалкой. Получается, неужели получается, что деньги и власть более сильный стимул, если ради них человек готов отказаться от чего угодно, придумать какую угодно комбинацию, только бы добиться своей цели. Неужели Иисус здесь говорит об этом? Но нет, это не означает, что Иисус пытается противопоставить одних людей другим. Он говорит, что мы, дети света, должны брать пример с этих людей, в их активности и энергичности, но теперь в чем? В том, чтобы приобретать друзей богатством неправедным. Христиане – это не вялые и не неактивные люди. Мы должны быть целеустремленными, и цель – это отношения, которые продлятся в вечности. Он говорит, приобретайте себе друзей богатством неправедным. Неправедное богатство – что это за словосочетание такое? Это не означает, что деньги – зло, это просто выражение всех материальных ценностей. Все равно, что мы говорим «презренный металл» сейчас. И вот он говорит всеми материальными ценностями – приобретайте себе друзей. Деньги не являются признаком духовности или бездуховности, не являются по сути своей добром или злом. Но отношения к ним, то, как ты ими распоряжаешься, могут иметь вечные последствия. Евангелие от Луки, 16 главе, 13 стихе, Иисус комментирует это так. «Ни один слуга не может служить двум господам. Он или одного будет ненавидеть, а другого любить, или же одному будет предан, а другому станет пренебрегать. Вы не можете одновременно служить и богу, и богатству». Здесь Иисус показывает нам, что деньги по природе своей могут получить власть над нами. Он говорит, либо вы служите, служите деньгам, либо богу. Бывают такие ситуации, когда Господом в нашей жизни становятся деньги. Это легко проверить. Иисус учит нас в этой притче. Через использование всего того, что Бог дал нам. Деньги, время, служение, милость, доброта, дружба, возможность пригласить кого-то в гости, провести время, поддержать. Используя все это, мы можем познакомить человека с Творцом. Мы можем продлить это отношение в вечности и встретиться вместе с ним на небесах. Я вспоминаю одну историю своей жизни. Мы одно время жили и служили в Санкт-Петербурге. И так получилось, что нам негде было проживать. И один брат приютил нас у себя. Мы жили у него около месяца. Это была большая, очень хорошая квартира в хорошем районе Санкт-Петербурга. И однажды мы сидели с ним, разговаривали. Он говорит, «Ваня, а ты помнишь, я когда учился, был студентом, я по учебе приезжал в Москву, и мне негде было жить, и ты приютил меня у себя в общежитии». Я вспоминаю, это была такая маленькая комнатушка, где еле-еле умещалось две кровати, где спал я, мой сосед. И этот брат лежал на полу посередине. И он говорит, «Вот тогда ты мне послужил, а сейчас я могу приютить тебя у себя». И это вот образ того, что мы что-то делаем здесь на земле, может быть даже малое что-то, для того, чтобы быть принятым в вечные обители. Это самый лучший капитал и уложение, который мы можем только себе представить, вкладывать в отношения с людьми. Будучи миссионером и служа Богу в разных городах, я воочию видел, как это работает. Когда, отдавая человеку свое время, кормя его, когда ты приглашаешь его в гости, проводишь с ним время, жертвуешь что-то для него, ты видишь, как его жизнь меняется в вечности. Я хочу вам рассказать об одном брате в Волгограде, который, когда принял решение креститься, его родители выгнали из дома. Просто поставили две сумки и сказали, «Раз так, то иди, живи у своих христиан». И братья приютили его у себя. Они жили в стесненных условиях, но они приняли его. Он ел, он жил там, и они параллельно занимались с ним Библией, и он крестился. Потом он пришел к своим родителям, они его простили, приняли у себя. Но это удивительно, как служа другому, ты видишь, как жизнь человека меняется в вечности. Или еще один брат, который был должен большую сумму каким-то бандитам, он был вынужден скрываться, он из Волгограда переехал в Минск, и в Минске братья приютили его у себя так же. Так же заботились о нем, так же были с ним рядом, так же поддерживали его, занимались с ним Библией. Он вернулся в Волгоград, он пришел к этим людям, они простили его, и он крестился, и он сейчас наш брат. Это удивительная история, я верю, что у каждого из вас есть много таких же. Когда вкладывая малое, когда вкладывая материальное, когда вкладывая свою жизнь и свое время, или даже финансы, ты видишь, что ты приобретаешь не просто друга, не просто знакомого, но ты приобретаешь отношения, которые продлеваются в вечности. Давайте еще раз обратим внимание на эту притчу. Управляющий помогал кому? Он помогал должникам. Причем эти люди должны были не ему, не управляющему, они должны были хозяину. В этом мире, друзья, все должники перед Богом, все люди в долгу перед Всевышним, причем в таком долгу, что не рассчитаться. И мы, помогая этим людям, служа им, мы немного облегчаем это бремя долга. Конечно, весь основной долг вправе простить только сам хозяин, но мы, вкладывая в отношения, служа этим людям тем, что есть у нас, мы снижаем это бремя, снижаем этот груз. Бог благословляет нас деньгами и благами, но это не должно быть самоцелью для нас. На этом, при получении этого, не должно все закончиться. Иисус говорит, что это всего лишь малое, правильно распоряжаясь которым, ты можешь получить что-то большее. Например, ты говоришь, я хочу заработать, мне надо заработать, мне необходимо заработать. И что дальше? Если это все, ну тогда ты остановился на малом. Тогда ты остановился на начальном только. В послании к Ефесянам, 4 главе, 28 стихе, Павел повелевает разбойникам перестать воровать и работать. И потом говорит, зачем работать, чтобы им было чем поделиться с нуждающимся. Обратите внимание, не остановиться только на том, чтобы самим что-то получить, а идти дальше, к большему. Бог благословляет нас финансово, чтобы мы могли быть благословлением для других людей. Задайте себе вопрос. Или вообще просто посмотрите на мир, окружающий вас. На что люди готовы, чтобы заработать себе богатство и блага? Да на все. Мы готовы не спать. Мы готовы каждый день ходить на работу. Мы готовы бегать. Мы готовы планировать. Мы готовы думать. Мы готовы строить отношения с людьми. Завязывать нужные связи. Возможно терпеть каких-то людей. Мы готовы сделать все ради того, чтобы получить земные блага. А теперь задайте себе вопрос такой. А на что ты готов ради вечных отношений? Ради близости с Богом? Ради того, чтобы другие люди были спасены? Я не говорю вам о том, что нам надо бросить все. Просто сравните, как много вы делаете для малого и что вы делаете для большего. Насколько мы сообразительны? Насколько мы смекалисты? Ловки на выдумку, чтобы послужить другим, проявить любовь, милосердие, быть дружелюбными. Для этого нужно понимать, какие и в чем наши жизненные ценности сегодня, вчера или завтра. Я, чем я дорожу сегодня на самом деле? В этой истории есть определенный вывод. Дорожить людьми больше, чем тем, что ты имеешь в своей жизни. И последнее. Продолжая учить людей уже после того, как он рассказал эту притчу, Иисус говорит следующие слова. От Луки 16, глава 10, 11 стих. Кто верен в малом, тот верен и в большом. И кто не верен в малом, тот не верен и в большом. Поэтому, если вы не были честными в общении с земными богатствами, то кто доверит вам истинное богатство? Вы обращали внимание, как много притч Иисуса Христа о деньгах и денежных отношениях? Притча о талантах или мешках с серебром. Притча о должниках. Притча о блудном сыне. О сокровище в поле. Об одной потерявшейся монете. О работникам, которые заплатили по одному динарию и так далее. Почему это так? Чей это был пунктик? Ну, на самом деле, видимо, эта тема хорошо знакома и актуальна многим. Тогда и сейчас в том числе. Потому что деньги, как эквивалент любых материальных отношений, это с одной стороны большое, честно сказать, без лишней скромности, большое благословление от Бога, но также это и проверка для каждого из нас. С их помощью Бог учит доверять ему. Для очень многих именно деньги являются самым серьезным и трудным испытанием. Бог следит за тем, как мы распоряжаемся всеми материальными вещами, деньгами, как тратим мы их. Это показывает, насколько мы надежны и верны. Это исключительно важная истина. Бог говорит, что существует прямая зависимость и связь между тем, как я расходую свои деньги и качеством моей духовной жизни. Не наоборот, заметьте, если ты верен в малом, ты верен и в большом. От того, как я распоряжаюсь своими средствами, земными богатствами, зависит, может ли Бог мне доверить духовные благословения. Подумайте, а вдруг наше отношение к деньгам сегодня мешает Богу сделать что-то гораздо большее в нашей жизни. Притча о неверном управляющем. Иисус учит нас верности через верность малому. Говоря о том, что значит быть верным Богу, вот человек верный Богу. Мы представляем себе такого духовного героя веры просто. Человек, который думает о глобальной картине спасения мира, о руководстве церквями, о знании всех библейских тайн там и так далее. Это, конечно, все очень важно, но Писание говорит, что верность проявляется в том, насколько праведно ты распоряжаешься сегодня, прямо сейчас, в своей жизни, тем малым, что у тебя есть. То есть, тем, чем ты обладаешь уже сейчас, большие и глобальные вещи всегда начинаются с малого. Я не перестаю благодарить за беспрецедентный пример щедрости многих московских учеников. Когда узнавая о том, что кто-то попал в безвыходную ситуацию со здоровьем или жизненную безвыходную ситуацию, люди жертвовали, собирали деньги для того, чтобы помочь им, чтобы не оставить один на один с этой бедой. Я и сам стал человеком, которому мы помогли. Когда мы пять лет назад переехали в Москву из другого города, у нас не было ничего, мы все оставили там. Нам негде было спать и братья пожертвовали какую-то сумму денег для того, чтобы мы могли просто купить кровать и купить какой-то шкаф и как-то наладить свой быт здесь, в новом городе. Я благодарю за тех людей, которые прописали нас здесь, прописали наших детей, для того, чтобы наши дети могли ходить в школу или в детский сад. Другими словами, то, как человек использует свои деньги и имущество, является отражением его духовной жизненной позиции. Я убежден, например, что наша готовность жертвовать, я имею в виду добровольное пожертвование, является прямым показателем того, кто мы перед Богом есть на самом деле. Я, конечно, признаю, что легко попасть в ловушку, полагая, что вы станете более верным человеком, когда у вас будет больше. Например, когда у меня будет больше квартиры, я смогу принимать у себя гостей. Когда у меня будет больше времени, я смогу посвятить этот остаток времени служению Богу или другим людям. Когда у меня будет больше денег, тогда я смогу, ну, собственно, жертвовать на всякие нужды или помогать другим людям. Но Иисус говорит нам, что те, кто верен в малом, будут верены в большом. И наоборот, если ты сейчас нечестен в том малом, что у тебя есть, ты не будешь честным и в большом. У нас в Домодедово есть сестра, которая является вот иллюстрацией, ее жизнь является иллюстрацией того, о чем мы с вами читали. Она живет в маленькой, небольшой квартирке с мужем, с тремя детьми, иногда мама у них живет. Они получают вообще не очень много денег. Но ее дом постоянно полон гостей, родственников, соседей. Стол постоянно накрыт угощениями и тропа туда просто не зарастает. Она щедро делится всем тем малым, что у нее есть. Вообще, в принципе, в Домодедово очень отдающие и щедрые ученики. И вот мы с вами попытались сегодня распутать эту запутанную историю, притчу о неверном управляющем. Итак, давайте подведем итоги. Что мы узнали сегодня? А сегодня мы узнали, что мы не хозяева нашей жизни и того, что у нас есть. Но нам это доверили и доверил нам это истинный хозяин, Бог, которому вся наша благодарность и которому наша слава. И который призвал нас пользоваться всем этим, угождая Ему, понимая, что мы дадим отчет. Еще Иисус призывает нас быть активными, проницательными и использовать то, что у нас есть, чтобы строить отношения, завести друзей, чтобы вместе с ними быть в вечности на небесах. И еще Бог учит нас, что на самом деле Он благословляет нас материальными благами, но это всего лишь малое. И Он смотрит о том, как мы распоряжаемся этим малым и готов нам дать большее. Сокровища не земные, а сокровища небесные. Потому что то, что у нас есть сейчас, это не наше и временное, но то, что мы получим там, это будет точно наше, и это будет точно навсегда. Я хочу закончить свою проповедь одним отрывком из Библии, в котором говорится, что Иисус является олицетворением всего того, о чем Он учил Сам своих учеников. Это 2 Коринфянам, 8 глава, 9 стих. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищитою. Да благословит вас Господь! Дорогие друзья, сейчас у нас будет причащение. И чтобы подготовить наши сердца, я прошу вас вспомнить об Иисусе Христе. Давайте вместе подумаем о том, что Он, обладая всем, отдал все, отдал свою жизнь, без остатка, на кресте. А теперь вспомните, ради чего? Ради того, чтобы приобрести нас, чтобы мы стали Его друзьями. И чтобы эти отношения были не только на земле, но продлились с Ним в вечности. Давайте будем вместе благодарить Богу в молитве перед причащением. Господь наш Бог, Отец Небесный, и Господь наш Иисус Христос. Мы благодарны, Бог, за то, что Ты приобрел нас. Благодарны за то, что Ты не жалел ничего для того, чтобы мы были с Тобой. Благодарны за то, что Господь Иисус пролил свою кровь, отдал свое тело, видя на кресте этот образ будущего, где каждый из нас встретится вместе с Ним, где каждый из нас, прощенный, спасенный, очищенный, встретится со своим другом и Господом Иисусом Христом. И мы молим Тебя, Господь, за то, чтобы мы не останавливались на этом, чтобы как можно больше людей пришло к Тебе, как можно больше людей узнало о Твоей любви и милости. Благослови сейчас наше причащение. Благослови хлеб, благослови вино. Благослови, конечно же, наши сердца, чтобы, причащаясь и принимая хлеб и вино, мы думали о Тебе, вспоминали о Тебе, устремляли свои сердца к небесному, а не к земному Богу. Благослови наши жизни в Тебе, во имя Господа Иисуса. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья мои, наше собрание подошло к концу. Через некоторое время на экране появятся вопросы. Вы сможете их обсудить. Подписывайтесь на наш канал, и вы ничего не пропустите. Благословенной вам недели! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok